Тема 795 Дебош В Москве появился сервис, где можно, спокойно, гневно, с матом и дикими воплями дать волю своим рукам и ногам, помахать топором, поломать мебель и бытовую технику. Этот сервис называется «Дебош» или «Расфигачечная Дебош» устами создателей. Можно бить, крушить все вокруг. Нервы сегодня, конечно, у многих не в порядке, особенно у жителей больших городов, которых давит и зажимает плотность населения и автомобилей, многонациональные и разнообразные соседи по городу, скорости и необходимость отдавать свою жизнь на дело выживания. Поэтому москвичи нередко отыгрываются на окружающих, на их собственности, в ущерб себе и своему кошельку, если их в итоге засудят и заставят платить за материальный и моральный ущерб. В принципе, если такому нервному человеку подобрать объект для разгрома подешевле, дать в руки нужный инструмент, то можно обойтись меньшей кровью, меньшей суммой компенсации. Например, Дебош» «Натворит там то, что хотел бы сделать с соседом, но заплатит при этом гораздо меньше, и плюс к этому, никого не убьет и не покалечит. Вот такой московский сервис, его сайт, Дебошме, расценки которого начинаются от 2500 рублей и заканчиваются 3000 рублями. Сумма зависит от количества имущества, которое разрешается разгромить. Процесс Дебоша снимается на камеру и выгладывается на Ютубе. Вот один из таких роликов, на мой взгляд, этому Дебошеру не хватает страсти. В принципе, простая схема бизнеса. Необходимо найти подходящее помещение, не боящиеся шума и вибрации стен, московский, Дебош, находится на территории АЗЛК. Мебель и бытовую технику можно набрать по свалкам, либо вывезти бесплатно у горожан, которым эти вещи уже не нужны, они только рады будут, если вы бесплатно вывезете от них этот хлам. И пригласить тех, кому необходимо. Снять стресс. Да, и не забудьте заранее подписать с клиентом договор, что вы ни за что не отвечаете, если, Дебошер, в порыве страсти невольно пока лечит сам себя. Если вы в себе не очень уверены, можете купить у московского Дебоша франшизу, он как раз ей и предлагает. Только для этого нужно будет выложить миллион рублей, я лично не совсем понимаю, почему так дорого. И второй момент, который мне пока не ясен. Почему московский Дебош пишет свое название с мягким знаком, Дебош? Это московский сленг такой или они перепутали мужской род с женским, как это переочески делает Елена Малышева в своей напрягающе-расслабляющей передаче «Жить здорово». Как улучшить сервис? 1. Можно одеть героев-дебошеров в подходящие случаи костюмы, например, Халка, для лучшего вхождения в роль. 2. Обязательно нужно дать возможность герою покричать и самому себя слышать, нужен микрофон и динамики. Потому что громить. Мебель молча, это как-то странно. 3. Не нужно обязывать клиента сниматься на видео. Если он пришел стресс снимать, а не кривляться перед камерой, то ему ни камера, ни свидетели не нужны. 4. Принимать клиентов не только по предварительной записи, но и всегда. Держать в запасе одну-две комнаты, которые можно разгромить прямо сейчас, пусть за дополнительную плату. Ведь клиент хорош, когда он горячее. Когда он остынет, ваши услуги уже могут не понадобиться. И это, кстати, доказывается фактом, что из восьми выигравших в конкурсе на халявные, то есть бесплатные, устроение дебоша согласился приехать и поучаствовать только один участник. 5. Найти партнеров по привлечению новых клиентов. Например, продавцов бит. Вложить в упаковку каждой бит и рекламу своего сервиса. 6. Ведь для чего сегодня покупают биты? Не в бейсбол же играть, кстати, в дебош, можно приходить со своим инструментом. 6. Можно дополнительно открыть женский и детский дебош. Женщины будут бить посуду, а дети – разрывать подушки с изображениями любимых учителей или родителей. Вот таким образом поможете нервным людям снять стресс с наименьшим ущербом для окружающих и создадите вечный бизнес, вечный, потому что чем дальше, тем сложнее будет жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok